Актуальное интервью 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 Ну, на сегодняшний день я должен честно сказать, что у нас достаточно большая проблема в этом направлении, потому что, скажем, у нас с Ленского района очень много ребят уезжает, скажем так, на запад. Это Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург. Ну и, скажем, ребята уезжают, там учатся, начинают проходить, понятно, практику. Обычно они проходят практику в этих городах. Ну и, скажем, основная масса людей, которые учатся, они стараются где-то там устроиться. Поэтому сегодня это очень большая проблема. Ну и, скажем, на сегодняшний день в большей степени, ну, учитывая то, что я работаю в бюджетной сфере, да, меня в большей степени интересуют именно работники бюджетной сферы. Это как и работники, скажем, медицинской, два профиля. Это у нас образование, это у нас колокультура. Вот в этом направлении мы сегодня работаем. И, скажем, на сегодняшний день у нас и в Ленском районе, и в городе Ленске, ну, приняты программы на то, чтобы, скажем, там молодежь, которая захочет вернуться обратно, чтобы им выделялось жилье, чтобы они сразу могли где-то трудоустроиться, для того, чтобы у ребят было понимание того, что, скажем, и городская, и районная власть, да, понимает эту проблему. И все-таки мы сегодня работаем на направлении в том, чтобы молодежь, которая уезжает учиться, чтобы она все-таки возвращалась в большей степени. Вот отклики какие-то есть? Ну, на сегодняшний день я должен сказать, что у нас очень много ребят приезжает с Игутска, которые заканчивают именно Игутские, да, образовательные учреждения. Поэтому, скажем так, ну, я не скажу, что мы закрываем все по отребности, но сегодня, скажем, есть приток молодежи вот именно с города Игутска. Александр Александрович, ну, как участвуют промышленные компании Ленск вообще в развитии малого бизнеса и социальной инфраструктуры, и насколько трудно, сложно властям города найти общий язык, наверное, с крупным бизнесом? Ну, знаете, да, все большие предприятия, ну, скажем так, если брать там налоговые или бухгалтерские, да, там, моменты, понятно, что все маленькие предприятия, индивидуальные предприниматели, как правило, сидят на упрощенной, да, системе налогообложения. Большие предприятия, как правило, всегда стараются работать с предприятиями, которые сидят на обычном налогообложении и, скажем так, работают с НДС. Ну, это в связи с чем связано. Если очень большие объемы, да, то понятно, что заплатив НДС, потом эти предприятия могут взять по возмещению этот НДС, да. Поэтому на сегодняшний день, скажем так, у нас, я не могу сказать, что у нас очень много индивидуальных предпринимателей или небольших предприятий работают на нефтегазовый комплекс. Ну, в силу всяких обстоятельств, которые я сейчас обозначил, ну, один из самых, наверное, принципиальных. Ну, и потом, там есть свои определенные требования, да, то есть, если вы пооставляете продукцию, она обязательно должна быть упакована, сертифицирована. То есть, на сегодняшний день для того, чтобы работать с этими большими предприятиями, необходимо сначала провести очень большую, скажем так, реконструкцию внутри своих предприятий. Что, скажем так, для малого и среднего бизнеса, ну, на сегодняшний день в условиях, ну, скажем так, кризиса не совсем возможно. Поэтому сегодня эти проблемы есть, но при этом при всем мы постоянно встречаемся с руководителями, да, которые у нас позируются в Ленске, ну, и, скажем так, обозначаем проблему того, что, скажем, наши предприниматели и малые предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса в очень маленьком объеме, скажем так, работают на эти предприятия. Поэтому у нас понимание есть, в этом направлении мы сегодня работаем. Ну, я надеюсь, что позитивные сдвиги в лучшую сторону у нас было. Александр Александрович, ну, давайте затронем тему, как раз таки, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья и проекта комфортной городской среды. Вот, как дела обстоят тут в этих двух направлениях? Ну, я должен сказать, что по состоянию на 1 января 2012 года, да, когда, скажем, все муниципальные образования, где был этот аварийный жилфонд, стали участвовать в хорошей программе, да, переселения граждан из ветхого аварийного жилья. У нас по состоянию на 1 января 2012 года было 39 домов, потом мы дополнительно включили еще 5 домов. То есть у нас сегодня в этой программе участвует 44 многоквартирных дом дома. Ну, чтобы было понимание, это порядка 787, которые мы должны сегодня переселить. Ну, вот на сегодняшний день мы построили 14 домов в городе Лиарянске. Сегодня мы эту программу практически заканчиваем. У нас остался один многоквартирный 40-квартирный жилой дом. Но я надеюсь, что вот буквально тут в течение месяца мы поотберемся, сдадим, людей переселим и закроем эту программу. Потому что сегодня у нас есть понимание того, что с 1 января 2019 года Владимир Владимирович Путин, да, и Игорев Инаш Борисов обозначили, что начнется, скажем, реализация следующего этапа переселения. У нас сегодня признано 226 многоквартирных домов аварийными. Поэтому у нас есть очень большое желание закончить с нормальными показателями этот этап, чтобы участвовать в следующем этапе. По поводу комфортной городской среды, вот буквально сегодня мы встречались в МинЖКХ. Значит, 5 промышленных городов с численностью более 20 тысяч человек. Это Мирный, Алдан, Ниарин, Бриленский и Якуск участвуют в федеральной программе по комфортной городской среде, по развитию общественных территорий. Поэтому я думаю, что сейчас мы проведем всю подготовительную работу. И в этом году по этой программе мы планируем рассвоить порядка 25 миллионов рублей. Александр Александрович, большое спасибо Вам за участие. Беседа была действительно интересной. Дорогие телезрители, я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гостью нашей студии был глава города Ленска Александр Хорунов. Обговорили мы о социально-экономическом развитии Ленска. Оставайтесь с нами. Удачного Вам дня.